Эта небольшая часовня стоит в селе Фролово Рязанской области. Рядом памятник Евпатию Калаврату. Местные жители былинного героя называют защитником земли Рязанской. Часовня ему и посвящена, хоть и с некоторыми оговорками. Священнослужители говорят, что Евпатий Калаврат не был святым, поэтому часовня освящена в честь мученика Ипатия Трипалийского. Но что историки, что местные жители уверены, здесь и берет свое начало древний род калавратов. Как у всякой столицы, у Рязани был пригород. И вот, вероятнее всего, Фролово было одно из таких вот вотчин Калаврата. С его именем связан Орсовский городок, который по правую сторону от нас находился, ну и городок у села Фролово, который по левую руку от меня сейчас находится. Вот это место, где установлена часовня в честь святого Ипатия, по местным легендам, опять же, являлось местом, с которого матушка Калаврата благословляла его нарадные подвиги. Согласно повести о разорении Рязани Баты, рано утром 21 декабря 1237 года, после пятидневной осады, монголо-татары взяли штурмом обессиленную Рязань. Калаврат в это время находился в Чернигове. О захвате родного города он узнал от гонца. Немедля ни минуты он поскакал к столице Рязанского княжества. Увиденное потрясло его, и он решил отомстить за гибель своего народа. Евпатий Калаврат собрал всех, кто уцелел от нашествия, и бросился в погоню за врагом. Почти две тысячи воинов сражались с отрядами Батыя. Хан бросал все новые и новые отряды на дружину Калаврата, но ничего не мог с ней поделать. Событие, которое сегодня мы с вами лицезрели, очень важно не только для Шиловской земли, но и для всей земли нашей Рязанской, поскольку имя Евпатий Калаврата известно каждому, начиная со школьной скамьи. Сегодня в жизни часовни и правда важное событие. Здесь установлен новый купол взамен старого деревянного. Я сам верующий человек, постоянно хожу в храм. Это великолепно. Люди очень благодатно восприняли данное событие. Спасибо Анатолию Ивановичу Монахову, который помог осуществить устаревший купол, заменить на новый. Благодаря стараниям руководителя фонда Евпатий Калаврат Анатолия Монахова эта часовня и появилась. Несколько лет назад здесь была освящена земля с родины богатыря и отправлена на поле сражения Калаврата с татарами. А сегодня часовня засияла ярким светом. Мы, жители села Фролово, хотим поблагодарить Анатолия Ивановича Монахова за то, что он построил этот нам маленький храм. И сегодня у нас большая радость, когда стало в деревне Фролово намного светлее. Фонд Евпатия Калаврата планирует развивать и расширять проекты, связанные с именем героя.